Главный тренер футбольного клуба «Газелташ» Анатолий Александрович Творцов. Анатолий Александрович, Ваши впечатления сегодняшней игры? Что не получилось? Что получилось? Не получилось. Первое, что добиться результата. Второе, ну, линия атаки не очень так хорошо выглядела, вроде инициативы владели. Что в первом тайме, что во втором. Но кому нужна эта инициатива, если нету забитых голов? Если мы с метрами попадали, то кому эта инициатива нужна? Такая игра. Не проигрышная, но мы опять проигрываем. Почему-то два матча у нас по 1-0 идут. Явно не проигрышная игра, но мы что-то зацепиться за результат не можем. Не знаю, проблемы роста. Разберемся сейчас внутри. Времени мало. До четвертого сейчас будем максимально быстро разбираться с нашими игровыми проблемами. По сравнению с прошлыми двумя турами на игру в Сепаторе вы прибегли к ротации состава. Это связано с поражением Севастополя или поиск идет связей на поле? Да нет, это в основном шло из-за того, что и ротация, конечно, но в основном, что на две игры равное количество времени на всех поделить. В среду уже следующая игра и получается так, что надо как бы на две игры было разбить это все. Сделали какие-то моменты эти. То, что люди высшие, которые не играли, но они стремятся в состав, они усиливают нас во втором тайме. А тройная замена в перерыве это тоже связано с, так сказать, с возможностью дать поиграть другим или это связано с игрой, которая была сегодня? Да нет, ну конечно с игрой связано. Ты там перед игрой думаешь, как этот, а там уже кто этот, ну не сильно свежи наши фланги. Не сильно, ну плохо мы были во флангах там один в один, когда остаемся. И было связано с тем, чтобы обострить игру на флангах. Была связана эта замена, плюс в центре там чуть-чуть не хватало игрока. Андрей Еремизин, Евпатория ТВ. Расскажите, какой был план на игру с Евпаторией? Я увидел много забросов вперед, передач и мало комбинационного футбола. С чем это было связано? Ну тем, что Евпатория по углам штрафных выстраивает своих защитников, и с этим, чтобы эти фланги освобождаются, посмотрела две игры. И получилось так, что, допустим, Кремтеплица также забила вам, и я увидел там зоны для развития атаки. И поэтому, поэтому, сказал, было задание Хавам держать ширину, держать ширину в этих местах. Но они, в принципе, проходили. Мы не просто били вперед, они проходили эти передачи. И получается так, что в конце уже сознательно поломал игру. Сознательно поломал игру, чтобы вышел у нас центральный защитник в позиции нападающего. Он у нас центральный защитник, Кирилл, чтобы на него уже, чтобы на него длинная передача шла, и там подбор. В общем, все. Спасибо. 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 Спасибо.